В станице Успенской состоялось знаковое событие. В рамках реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни» открыта первая в районе многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. В мероприятии приняли участие заместитель главы района по вопросам казачества Алексей Яшкин, руководитель отдела спорта районной администрации Алексей Позняков. В торжественной обстановке спортивную площадку открыла глава Успенского сельского поселения Юлия Щербакова. Сегодня у нас очень важное, очень значимое событие в нашем поселении. Мы сегодня открываем площадку для сдачи МГТО. И хочу сказать всем, что эта площадка, первая площадка у нас в Белогринском районе. Такой площадки ни у кого нет, только у нас. Надеюсь на то, что мы активизируемся, большее количество людей, жителей будет сдавать у нас нормы ГТО. На строительство площадки, возведенной за полтора месяца, было затрачено более трех миллионов рублей за средства федерального, краевого и местного бюджетов. Юлия Щербакова вручила благодарственные письма людям, принявшим участие в установке площадки и монтаже спортивного оборудования. Сергею Куценко, Алексею Сырых, Евгению и Алексею Дружкиным, Анатолию Попову, а также Успенскому агропромсоюзу в лице генерального директора агропредприятия Евгения Толинова. Алексей Позняков призвал собравшуюся молодежь к здоровому образу жизни, бережному отношению к спортивному оборудованию. Провел для школьников краткий инструктаж. Здесь у вас имеется и баскетбольная площадка, и тренажеры для общего физического развития, ну и для выполнения комплекса нормативов ГТО, где вы даже можете самостоятельно прийти и проконтролировать, как вы выполняете, на какой знак в своей возрастной группе. Там висят полностью нормативы, и в принципе вы себя можете протестировать. Относитесь бережно, ухаживайте за ней и занимайтесь спортом. Каждый смог лично испытать новые тренажеры. Спортивная площадка имеет специальное резиновое покрытие. Оборудована тренажерами, скамьей для брюшного пресса, турниками и рукоходами, платформой для настольного тенниса, площадкой для баскетбола, стеной для альпинистских тренировок. Школьники и взрослое население могут проводить тренировки и сдавать нормативы. Целью проекта является увеличение к 2024 году доли граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей и молодежи, не менее 88%.